Одна из главных тем планерного совещания – уборка города. После недавних обходов по улицам Анатолий Пахомов отметил, что зачастую грязь можно встретить возле магазинов и кафе. Некоторые предприниматели в курортный сезон в погоне за прибылью не заботятся о чистоте прилегающей территории. Впрочем, глава города подчеркнул, что красота и чистота Олимпийской столицы зависит от всех и в немалой степени от местных жителей. С сочинцами, которые сознательно создают свалки возле своих домов и магазинов, в ближайшее время будут разбираться сотрудники госпожанодзора, торговой инспекции и полиции. Еще раз говорю, коллеги, без вас, я же понимаю, город есть город. У города самая главная задача – это его чистота и ухоженность. И поэтому, вот, я каждому из вас говорю, до 11 часов, с 8 начинайте, до 11, вот, занимайтесь, занимайтесь, каждый двор, найдите управляющую компанию, позвоните Бородачеву, если он что-то не вывез. Проводить мониторинг санитарного состояния улиц города помогает молодежный парламент при городском собрании Сочи. Обходит улицы, фотографирует пейзажи, которые оставляют желать лучшего. Дальше разбираются уже в администрации Сочи. Поселок Лао отличается стихийной торговлей. Десятки лавров и столов, на которые забинут пижутели, ракушки и прочие безделушки, возле на большом количестве, стремняющие передвижение жителей везти и кровавую. Обсудили еще одну первоочередную задачу – переселение жильцов из аварийного жилого фонда. Уже известно, что 261 семья переедет из аварийных квартир до ноября этого года. Тему переселенцев Анатолий Пахомов продолжил со своим замом Евгением Горловым уже после планерки. Задачу, которую я перед вами ставлю, – это переселить 261 семью, которые сегодня живут в бараках в аварийном фонде. Это необходимо сделать до ноября месяца. Люди не могут жить в таких условиях, в каких они жили. Вот мы сегодня обсуждали с вами тему о том, что 100 миллионов нам даст губернатор края. И, имея деньги от фонда реформирования ЖКХ, имея деньги бюджета города, мы должны приобрести для этих семей, которые проживают в аварийном фонде, достойное жилье. Значит, ясно будем работать. Анатолий Пахомов поставил перед Горловым задачу по возможности подобрать переселенцам новое жилье неподалеку от прежнего. Если, например, аварийный дом находился на улице Первомайской, то сочинцы могут претендовать на квартиры в центральном районе. Елена Овзецна, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...